Завод в Красной Косе – одно из наиболее успешных современных перерабатывающих предприятий Одесской области. Предприятие, которое было практически возрождено из пепла, которое сумели сохранить после распада Советского Союза. Его не просто сохранили, а модернизировали, а превратили в мощный современный перерабатывающий завод, который создает продукцию вручную и при этом все высшего качества. Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов и представитель полицилы Юрий Равинский посетили предприятия, пообщались с трудовым коллективом и узнали о насущных проблемах завода. Говорят, что одесские шпроты больше пользуются популярностью, чем прибалтийские шпроты, потому что мы делаем вручную и все натуральное. Знаете, наверное, очень важно, чтобы мы держали такую же марку. Еще раз убедился, что нам необходимо все больше и больше уделять внимание именно промышленности, переработке сельхозпродукции, переработке рыбной продукции. Я думаю, что мы в дальнейшем будем в нашей области создавать такие предприятия для того, чтобы они работали на экономику. А работают на экономику выгодно для страны в целом. В настоящее время рыбзавод производит большой ассортимент продукции. Знаменитые одесские шпроты, килька и бычки в томате, рыбные тефтели, сардины в масле, а также готовые рагу с рыбой. Эти консервы, которые стоят упакованными в огромных брикетах, спустя сутки будут открывать и ставить хозяйки на стол в Майами, Нью-Йорке и Осло. Почетным гостям провели экскурсию по цехам и показали всю технологию производства продукции. Консервы должны отстояться дедомцы дни, только на 12-й день идет в реализацию. Это уже выходит у нас в микробиологии. Когда идет заключение микробиологии, тогда уже мы даем заключение лаборатории, что эта продукция стерильна и она готова идти в реализацию уже в торговые сети. И эта продукция уже тогда отгружается. Сегодня завод – это не только рабочие места для жителей близлежащих сел, но и основной налогоплательщик – местный бюджет. У нас в стране таких предприятий немного, поэтому наши соотечественники вынуждены уезжать на заработки за рубеж. Здесь, в Красной Кассе, у местных жителей есть работа, поэтому местные могут быть уверенными, что покупают именно наши рыбные консервы, а не дорогой импорт. Руководство завода гордится своей продукцией и тем, что к ним приезжают небезразличные одесситы, когда нога чиновников тут даже не ступала. Нам очень приятно, что Сергей Васильевич, Юрий Александрович посетили наше предприятие. Такие известные люди – Сергей Васильевич, почетный гражданин города Одессы, основатель лирической академии и многих других учебных заведений – нашли время, уделили внимание перерабатывающей промышленности. Огромное им спасибо. Мы поддерживаем морскую партию. Прозвучало здесь от Сергея Васильевича, что они собираются возрождать рыболовецкий флот, одесский. И это очень приятно слышать. Это рабочие места в будущем для украинцев. Основа успеха любого предприятия – комфортная, дружелюбная обстановка в коллективе, слаженная работа сотрудников, их целеустремленность и активность. Производство консервной продукции полностью построено на ручном процессе. Это все вручную. Ну да. А шпроты тоже рыбка крепкие влажаются вручную. Оттуда рыба покупает, там моется отделение, здесь она панируется, это стол распасовки. Продукция у нас килька в томатном соусе, со свежей рыбой, бычок в томатном соусе, бычок рагу, котлеты, перикадельки, завтрак туристов, ну и сардина в масле, сардина в заливе. Все, что у нас есть ассортименты, мы сами выпускаем на все страны. Лидер Украинской морской партии выделил время для общения с рабочим коллективом. Сергей Кивалов подчеркнул, что именно таким коллективом и обладает завод по переработке рыбы. Вы знаете, с удовольствием, так люди смотрели с горящими глазами и слушали Сергея Васильевича, с ним поговорили и поняли, что его желание помочь людям путем участия в выборах, при том, что все абсолютно советы районные, городские, областные, идет сейчас морская партия Сергея Васильевича Кивалова. Таким образом, он сможет помогать не только в отдельно взятом отрасли образования, но и помогать сегодня, как видите, предприятия перерабатывающие промышленности, предприятия сельского хозяйства. Люди надеются на Сергея Васильевича и на морскую партию. Уже многие годы местная власть не уделяла должного внимания предприятиям Одессы. Но, несмотря на это, заводы продолжают радовать одесситов и всю Украину своей продукцией. Чиновники на таких заводах – нечастые гости, поэтому приезжают небезразличные люди. Нам рассказал Сергей Васильевич, какие возможности есть у морской партии, рассказал все их перспективы, рассказал все планы. Нам, как работникам этого предприятия, все очень понравилось. Украинская морская партия Сергея Кивалова продолжает поддерживать одесские предприятия. Политсила ставит перед собой приоритетную задачу – поддержки украинского производителя. Продолжение следует...